Наверное, каждый, даже самый далекий от политики, житель Приморского края знает, что прошедшие сутки стали самыми горячими в контексте политической жизни региона. Напомним, что 9 сентября в крае прошел первый тур губернаторских выборов, в ходе которых и стало ясно, что второй тур неизбежен. В него вышли лидеры двух фракций, действующий в Рио губернатора Андрей Тарасенко от «Единой России» и депутат Законодательного собрания Приморья от КПРФ Андрей Ищенко. Предварительные итоги второго тура привели в движение медиа с такой силой, что журналисты и эксперты в области политики стали прямо в эфире Радио Лемма делать прогнозы. Андрей Калачинский начал разговор с традиционного вопроса в лоб. Как вы оцениваете вот такой результат второго тура? Да и первого тура, честно говоря. Он сразу окунулся... У него хорошая репутация, да, скажем. Он сразу окунулся в работу, и ему было не до пиара. То, что касается команды, вот здесь претензий довольно много. И с точки зрения подачи для врио, о чем говорить, как говорить, какие проблемы поднимать, вокруг чего, на чем сосредотачиваться и так далее. Юрий Авдеев и Тагир Хузиятов – личности, известные в научных кругах. Тем интереснее их мнение, почему так случилось, что Андрей Тарасенко ушел вперед по голосам всего на полтора процента. По предварительным итогам у него 49,5 процентов. Я думаю, главный фактор, который работал, сработал, точнее говоря, против Тарасенко, независимо от окончательных исходов выбора, это его однозначная поддержка, так называемые пенсионные реформы. Несмотря на различные подходы к осмыслению сложившейся политической ситуации, спикеры были так напористы, что вдохновили журналистов Первого канала также заглянуть к Андрею Калачинскому. Локальные события, как уже было не раз, вновь становятся причиной для глобальных выводов. Кто бы ни был сегодня губернатором, все губернаторы дальневосточники, они по существу заложники той концепции, которую на сегодняшний день проводит Москва в отношении Дальнего Востока. И суть этой концепции заключается в том, что мы Дальнему Востоку помогаем. Мы не участвуем в развитии, и мы не являемся, скажем так, главными в развитии экономики и социальной сферы Дальнего Востока, а мы только помогаем. Шрапнелью от метких выводов задело и прошедший во Владивостоке Восточный экономический форум. Ведь немалая его часть напрямую касалась Приморья. Не случайно первым мероприятием с участием президента России Владимира Путина на ВЭФе стало заседание Президиума Госсовета, посвященное мерам по реализации майских указов на Дальнем Востоке. Говорили не только об инвестициях, торах и свободном порте, но и о причинах оттока населения. Итак, чего нам не хватает главного, чтобы эту проблему решить раз и навсегда? Раз и навсегда, наверное, не получится, но смысл-то заключается в том, что зарплата – это не самый решающий фактор. Но один из чрезвычайно важных. Важно, важно, вне всяких сомнений, важно. Но речь идет о том, что если мы ориентируемся именно вот на этот фактор, на зарплату, это будет обозначать, люди сюда приезжают, деньги зарабатывают, и опять отсюда уезжают. В целом, дискуссия двух экспертов и журналиста получилась жаркой и эмоциональной. Право или нет, спикеры – покажет время. Ну а Восьмой канал продолжает следить за развитием политических и экономических событий во Владивостоке и Приморском крае. Евгений Черемухин, Сергей Тулатиев. Новости на Восьмом. 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 Новости на Восьмом.